Я приветствую всех жителей Самары и Самарской области. Здравствуйте! В прямом эфире на телеканале Самара ГИС вы смотрите программу «Территория права». Дарение является одним из самых популярных способов передачи имущества. Чаще всего граждане заключают договор дарения, когда хотят безвозмездно передать недвижимость дома или квартиру, а завещание по каким-то причинам составлять не хотят и порой даже не представляют, каким последствиям это может привести. Если вы решили подарить принадлежащую вам недвижимость или принять квартиру в дар, не лишним будет знать о плюсах и минусах подобной сделки. Тема нашего сегодняшнего разговора звучит так – дарить или завещать. В студии Елена Чернявская. И мы начинаем наш разговор. Я представляю гостя в студии. Галина Юрьевна Николаева, нотариус города Самары, президент Нотариальной палаты Самарской области. Здравствуйте! Добрый вечер! Ну что же, мы работаем в прямом эфире. Телефоны в студии 202-11-22. Присоединяйтесь, пожалуйста, к нашему разговору. Звоните, задавайте свои вопросы. Галина Юрьевна, у меня вопрос первый. Расскажите о порядке оформления дарственной на квартиру. С чего нужно начинать? Ну, к сожалению, законодатель, напомним, предусмотрел две формы оформления такой сделки. Это простая письменная и нотариальная. Нотариальная в том случае, обязательно для соблюдения формы нотариальной, когда хотя бы одна из сторон пожелала предать сделке нотариальной формы. Тогда для второй стороны это желание становится обязательным. А что касается, что лучше, я без стеснения скажу, конечно же, нотариальная форма сделки. А поскольку, если ошиблись вы в простой письменной форме, лицо, которое называет себя риэлтором, поскольку не каждый оказывает именно риэлторские услуги, а лица, которые называют себя таковыми, поскольку эта деятельность не лицензируется на сегодня и не регламентируется каким-либо нормативным актом. Либо нотариус, который несет ответственность за соблюдение прав и интересов обеих сторон. Конечно же, нотариус. Поэтому, если ошибся нотариус, пусть не спит спокойно нотариус, а не стороны по сделке. Очень хороший пример. Ну, сегодня о всех аспектах дарения мы поговорим с вами более подробно, а я все же призываю вас дозваниваться к нам в прямой эфир и задавать свои вопросы Галины Юрьевны Николаевой, президенту Нотариальной палаты Самарской области. Галина Юрьевна, ну вот не секрет, что дарение можно оформить и в простой письменной форме. Все же я вот настаиваю. Многие эксперты советуют обратиться именно к нотариусу. Вы кратенько об этом сейчас заметили. Давайте расставим приоритеты. Где выгоднее, возможно, быстрее, а главное, официально, правильно нужно оформить этот документ. Ну, в чем заключается работа риэлтора? Риэлтора, который действительно осуществляет риэлторские услуги. Это подбор объекта недвижимости. Это подбор продавцу-покупателя, покупателю-продавца. То есть помогает не только найти друг друга, продавцу с покупателем, хороший риэлтор. Хороший риэлтор помогает заглянуть к коню в зубы. То есть тому объекту, который вы приобретаете. Он знает, все знает об этом объекте, его технические характеристики, все скрытые его стороны, все скелеты, которые содержатся вот в этом объекте. И он обязан просто, уважающий себя риэлтору, он обязан всегда раскрыть правду об этом объекте. Поскольку от этого зависит и цена объекта, от этого зависит, будет ли нарушено право покупателя или право продавца. Поэтому деятельность риэлторская очень важна на этом этапе подбора объекта недвижимого имущества. Что касается правового сопровождения сделки, то это отнюдь не риэлторская деятельность. Она ни по закону не передана им, то есть ни формально законодательно не закреплена, ни фактически риэлтор просто не способен оказать эти услуги в том объеме, в котором предполагает законодатель для соблюдения именно правовой основы сделки. И вот как раз институт нотариата и призван обеспечить правовое сопровождение всех сделок на рынке недвижимости. Другой вопрос, что речь идет об обязательности, как я уже сказала, и необязательности этой формы. Если же стороны решили, что они обходятся собственными силами, они вполне считают, что они грамотны, просвещены в этой сфере, то никаких вопросов, и действительно их никто не вправе загнать в эту нотариальную форму вот таким силовым методом. Что же касается лиц, которые не сведущие в этом вопросе, которые доверяют вот все свои сбережения на покупку этой единственной в своей жизни недвижимости, если они все-таки желают, чтобы их интересы были соблюдены в полном объеме, конечно, я не просто советую, я не просто рекомендую, я могу со всей ответственностью заявить, что это только нотариус. Поскольку нотариус, в отличие от адвоката, который защищает интерес только одной стороны, он по закону не имеет права защищать интересы обеих сторон, то вот нотариус по закону обязан обеспечить права и обязанности обеих сторон по сделке. И если нотариус нарушит в сделке права и интересы одной из сторон, то он за это и ответит, и ответит своим своим имуществом. Спасибо, Галина Юрьевна. У нас есть первый звонок в студию, мы слышим вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Я вот стою в запитированном браке, и родители мне подарили деньги для приобретения квартиры. Хотим покупать сейчас квартиру, как доказать, что деньги подарены именно родителями? К сожалению, никак. Потому что деньги не пахнут. Деньги невозможно отождествить. Хотя можно измудриться, и если вы дарите деньги, не виртуально, не путем на вкладе передачи договора на иную сумму, это виртуальные деньги, по сути. Если даже вы дарите живыми, ну, там суд уже сочтет, примет допустимым это доказательство или недопустимым, если переписать все купюры, что именно эти купюры в серии номер были подарены. Ну, может, оно и того и стоит. Вот единственный способ, как бы доказать, что именно деньги были подарены, именно эти деньги на приобретение недвижимости. А в ином-другом случае законодатель не предусматривает такую возможность, чтобы бесспорно доказать, что именно эти деньги были потрачены на покупку недвижимости. Поскольку даже вот предоставив такую возможность оформить договор, переписать все купюры, и вы потратили эти деньги. Именно эти, прошло иное количество времени, вы приобретаете недвижимость на другие деньги. И доказать, что именно на те деньги уже... Ну, как-то себе, может быть, можно обезопасить? В данном случае нет. В данном случае нет. Я просто рассказываю теоретически, насколько это возможно, и насколько это допустимо будет в суде. Доказать вот именно таким способом. Поэтому, если вы приобретаете квартиру на подаренные деньги, тогда в любом случае необходим брачный договор, где будет определено, что приобретаемая квартира по адресу таком-то, можно даже, которая будет приобретена в будущем, она будет являться личной собственной супруги, поскольку приобретаться будет на подаренные деньги. Подаренные деньги. Спасибо большое. Ну, а если у вас есть вопрос нашему сегодняшнему эксперту, Николаева Галина Юрьевна сегодня отвечает на ваши вопросы, воспользуйтесь данной возможностью, позвоните к нам в эфир, телефоны 202-11-22, ну, а также на ваших экранах периодически появляется телефон Нотариальной палаты Самарской области, возьмите их себе на заметку, запишите, ну, а мы продолжаем наш разговор. Галина Юрьевна, какие категории лиц не имеют права совершать дарение и, соответственно, принимать дар имущество? Ну, в дар имущество между собой не могут совершать акты дарения это коммерческие организации, поскольку их деятельность коммерческая, она предполагает возмездную основу своей деятельности. Не в праве принимать в дар государственные служащие, вообще что-либо принимать в дар, государственные служащие, подарки связаны с осуществлением их деятельности, государственные служащие Российской Федерации, государственные служащие субъектов Российской Федерации, муниципальные служащие и так далее. Подарки, получаемые ими в связи с осуществлением своей государственной деятельности, они обязаны передать по акту в то учреждение, в котором они осуществляют свою государственную деятельность. Нельзя осуществлять дарение от имени несовершеннолетних, недееспособных. Либо лиц, находящиеся на попечении лечебных учреждений. То есть от имени этих лиц нельзя принимать в дар работникам этих лечебных учреждений. От имени недееспособных, несовершеннолетних нельзя дарить. То есть достаточно широкий круг лиц. У нас есть звонок. Алло, вы в студии. Мы слушаем вас. Вечер добрый. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела задать вопрос. Я хочу купить футбол, но мне риелтор говорит, только дарственно вы можете приобрести ее. Очень хороший вопрос. Правильно? Нет, это неправильно. Очень хороший вопрос. Хорошо, что вы его задаете. Вот таким способом, как я уже говорила, риелтор не несет ответственность за правовую основу и содержание сделки. Ему главное объект этот продать. Либо подыскать этот объект. Сбыть. Правовая основа – это не его абсолютная деятельность, нечего в этом винить. Можно винить только за то, что каждый берется за дело, которое ему государством-то не поручено. И, к сожалению, очень доверчивые граждане, вот уже много лет сложилось, они доверяют лицам, которые себя называют риелторами. Я не говорю о риелторах, которые действительно по духу, по стилю, по своей чести и достоинству осуществляют им профессионально свою деятельность. Я говорю о лицах, которые себя таковыми называют. И об этом масса уголовных дел, о черных риелторах, пестрит в том числе на страницах средств массовой информации Самарской области. По России в том числе. Статистика впечатляющая. Конечно, да. Поэтому, казалось бы, граждане должны задуматься. Но, тем не менее, в любом случае доверяют все свое нажитое лицам, которые совершенно не могут гарантировать им обеспечение их прав. Гарантировать может только нотариус. Нотариус в данном случае вам ответит. Любой нотариус, когда лица обращаются за удостоверением сделки по дарению доли в квартире, совершенно чужие между собой, не находящиеся в родственных отношениях, ну, совершенно понятно, совершенно очевидно, что это мнимая сделка, притворная. Притворная сделка, она ничтожена с момента ее удостоверения. Чем она притворная? Поскольку законодатель предусмотрел соблюдение прав и интересов сособственников, то есть лиц, которые совместно пользуются местами общего пользования, в квартире, в данном случае в коммунальной комнате у каждого своя, вот коридор, санузел, кухня, балкон или лоджи, это все совместное пользование находится. Поэтому, чтобы обойти интересы других сособственников, вот такие лица предлагают оформить дарением. Но законодатель очень мудро поступил, он сказал, что сособственник, чьи права нарушены такой сделкой, вправе обратиться в суд и обратить права покупателя на себя. При этом все судебные издержки будут отнесены за счет виновной стороны. Поэтому в данном случае законодатель предусмотрел, что не согласие требуется от сособственника, а обязанность лица, продающего свою долю в праве собственности, от даревой собственности, предложить эту покупку сначала своим сособственникам. И вот в случае, если в течение месяца они откажутся, либо не приобретут в течение месяца, то такой отчуждатель вправе произвести отчуждение любому третьему лицу. И передачу таких заявлений со собственником, я советую, нужно делать нотариально, поскольку нотариус через месяц выдаст свидетельство соответствующее, чтобы было передано заявление на таких-то условиях, такому-то лицу, либо по которой пришел и отказался, либо который не заявил о своих правах на это имущество. Спасибо, Галина Юрьевна. Ответ очень подробный, очень понятен. Мы принимаем звонок следующий в студии. Алло, вы нас слышите. Добрый вечер. Представьтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Хочу задать вопрос. Мы вот собираемся купить квартиру, и при изучении документов попадается договор Мены десятилетней давности, где не указаны паспортные данные, только фамилии, имя, отчество покупателей. Менялищиков, и адреса прописки. Такое возможно? Да. А эти требования у нас с 2002 года, по-моему, даже попозже, с какого года у нас требования изменились. Раньше не указывались паспортные данные, но ничего страшного в этом нет. Абсолютно. Поскольку, если нотариус удостоверяет сделку, он проверяет, он может запросить нотариуса. Есть такой наряд у нотариуса, который называется «Реестр регистрации нотариальных действий», в котором записываются все данные, паспорт, адрес, место жительства, дата рождения, лица, обратившиеся за совершением нотариального действия. Поэтому беспокоиться в этом совершенно нечего. Нотариус перед совершением сделки проверяет всю правовую основу, проводит правовую экспертизу представленных документов. Поэтому, обратившись к нотариусу, вы получите документ, соответствующий требованиям закона. Спасибо, Галина Юрьевна. Ну что же, я напоминаю, телефоны прямого эфира, они периодически появляются у вас на экранах 202-11-22, ну и телефон нотариальной палаты. Галина Юрьевна, вот если возникает такой острый вопрос, может ли гражданин позвонить нотариальную палату? Вот объясните схему эту, кому позвонить, горячая линия, может быть, у вас существует, или нотариусы могут помочь, чтобы на самом деле не попасть в сложную жизненную ситуацию? На сайте Нотариальной палаты Самарской области, npso.ru, латинскими буквами, маленькими, Нотариальная палата Самарской области, S как доллар, на сайте вы найдете вкладочку «Горячая линия». На вкладочке «Горячая линия» указаны телефоны, куда можно позвонить и получить срочный ответ. Не консультацию без документов, а вот такой горячий вопрос и срочный ответ. Срочный ответ. Спасибо. Ну что же, мы продолжаем наш прямой эфир, и у нас есть звонок. Спасибо, что вы сегодня такие активные, уважаемые телезрители. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Слушаем вас. Задавайте вопросы. Я хотела бы узнать вот что. Вернее, посоветоваться. Далее, Юрьевна Николаева. Я одна, мне 75 лет, у меня ни родственников, никого нет. Вот я хотела бы Дарстину сделать на квартиру своей подруге. Мы больше 40 лет вместе. Понимаете? И получается, что мы как родные сёстры. Друг другу помогаем, друг другу выручаем и всё такое прочее. Понимаю. Значит, я вам не советую сделать Дарстину по одной простой причине. К сожалению, все мы когда-нибудь уходим в мир иной. Поэтому, если это случится раньше, чем ваша подруга, вернее, наоборот, ваша подруга, то эта квартира пойдёт по наследству её родственникам. Вы при этом, подарив квартиру, не являетесь её собственником. Вы не вправе требовать возмездного оказания каких-либо услуг. Вы не вправе будете отменить это дарение. Хотя, отменить можно, если предусмотреть договоре. Но что это даст вашей подруге? Она же с целью того, чтобы действительно это имущество пошло по наследству её родственникам. Поэтому, в данном случае, есть очень хорошая форма договора. Пожизненное содержание сождевения. То есть, оформляется договор на условиях дарения. То есть, безвозмездно передаётся квартира. Но, в счёт получения квартиры в собственность, ваша подруга обязуется за вами пожизненно ухаживать. При этом, квартира находится в вашем пожизненном пользовании. Накладывается обременение регистрирующим органам. И ваша подруга, являясь собственницей, она будет собственницей. С момента удостоверения договора и регистрации перехода права собственности. Но, тем не менее, она не вправе будет распоряжаться при вашей жизни. Вот это вот, при этом, обязана будет за вами так же добросовестно ухаживать и помогать вам. Здесь, наверное, всё-таки шла речь более о таких дружественных, приятельских отношениях. А мне пришла, напомню, такая поговорка. Дружба-дружба, а всё-таки денежки в рось. И отношения порой меняются после отправления. Если, как я уже сказала, наступит право на наследство на эту квартиру у родственников этой подруги, то уже требуется вернуть эту вещь. Если договором, конечно, не присмотреть, но вряд ли подруге нужен такой подарок. Ведь она действительно заботится о том, чтобы в дальнейшем её родственники получили по наследству. Потому что обязанности потом вторично подарить им уже вот у телезрительницы не возникает. Галина Георгиевна, и такое важное уточнение. Скажите, подарив квартиру, имущество ли, дом, человек может оставаться там жить? Прописан там или всё? По договору по жизненному содержанию с сожжением, да? Можно. В других случаях нельзя. В другом случае можно предусмотреть, заключить договор по жизненному пользу этим жилым помещением. Можно. Но собственник вправе в любое время по своему усмотрению прекратить. И доказывать, что вот этот договор, он заключен вопреки, вот на сегодня он не отвечает интересам собственника. Поэтому вот обязательно, обязательность предоставления такой возмездной услуги по пользованию жилым помещением возникает только при удостоверении договора по жизненному содержанию с сожжением. Спасибо. Продолжаем прямой эфир. У нас есть звонок. Алло, добрый вечер. Мы слушаем ваш вопрос. Добрый вечер. У меня вот такой к вам вопрос. У меня, мы с мужем в гражданском браке. У нас есть маленький ребенок, 5 лет. А с первого брака у него двое детей, которые уже взрослые, уже более 30 лет. Муж сейчас с очень сильным болем. Он хочет дарственную на квартиру старшим детям. Мотивирует тем, что он еще, наш ребенок маленький, и он пока не надо. В случае чего мы можем как-то спорить эту дарственную. Какая-то обязательная доля есть на ребенка. А квартира принадлежит ему до... Квартира принадлежит ему. На личный направлении личной собственности. Ну, вот учитывая, что вы не супруги, вот вы друг друга называете муж и жена, но это просто из уважения к друг другу можно так себя чувствовать, фактически можно себя осуществлять. На самом деле, формально вы не супруги. И тем более, что гражданский брак – это брак, который зарегистрирован в органах записи актов гражданского состояния. А вы в данном случае по закону являетесь сожителями. Поэтому у вас не возникает взаимные права и претензии на имущество, которое вы нажили совместно. То есть приобрели на совместные средства. Часть средств ваша, часть его. Что касается имущества, которым он вправе распорядиться, то, конечно, вы не вправе воспрепятствовать ему этим. И более того, что если он подарит при жизни квартиру своим старшим детям, естественно, у вашего пятилетнего ребенка не возникает никаких притязаний на это имущество. Ни сегодня, ни в случае наступления открытия наследства. Поэтому и воспрепятствовать вы сегодня не можете ему. То есть вот никто не вправе собственнику запретить распоряжаться его имуществом. Что делать тогда, Галина Георгиевич? Какие ситуации достаточно? Здесь невозможно посоветовать. Здесь собственник вправе распоряжаться имуществом самостоятельно. Это только личные отношения. У нас есть еще время. В прямом эфире дозванивайтесь к нам в студию. Задавайте, пожалуйста, свои вопросы. Галина Георгиевна, вот, ну, конечно, что лучше завещать квартиру или подарить, вопрос, согласитесь, исключительно личной жизненной ситуации. Собственно, телезрители своими звонками это подтверждают. Но наша программа именно позволяет разобраться в тонкостях нотариальных действий. Вот какие все-таки за и против вы можете озвучить в пользу договора дарения четко и завещания? Я уже как бы их озвучила, могу только систематизировать и повторить. Конечно же, если вы намереваетесь купить, ну, оформлять это дарением, как я уже сказала, то я не советую делать. Это мнимая притворная сделка. Если же вы действительно хотите подарить свое имущество, то нужно четко себе представлять, что назад вы потребовать его не вправе. Более того, вы не вправе требовать оказания каких-то возмездных услуг. Это только договор по жизненной содержанию с раздевением, либо договор по жизненной ренте. Практически одинаковый, но в одном случае возникает вот пожизненное пользование, правом пожизненного пользования в живом помещении. Что касается завещать, то завещание для лица, который его делает в пользу кого-то, оно, конечно, самый безобидный документ, поскольку его можно менять на дню 125 раз. И так каждый день. И есть такие случаи, некоторые вот такие лица в возрасте, казалось бы, они совсем прям практически безобидные такие божьи одуванчики, но они ходят по нотариусам и делают завещание каждый день на разных лиц. Нотариусу не вправе им отказать. И у них, у некоторых, есть такой способ зарабатывания денег. Одному соседу сделали, тот его обеспечивает продуктным питанием, на другого он сделал, тот его обихаживает, убирается ему, стирает, третий и так далее. Но действительно, завещание будет последнее. И об этом ни один из наследников до дня открытия наследства знать не будет. Даже если эти завещания будут делаться у одного нотариуса, нотариус не вправе открыть тайну завещания. Тайна завещания храняется до момента открытия наследства. А день открытия наследства – это день смерти наследателя. Поэтому, когда мы решаемся вот на такую сделку, фактически сделка очень серьезная, то есть мы обязуемся ухаживать пожизненно, получая взамен счастливое завещание, не будьте уверены в этом, оно может оказаться недействующим. Действительным оно будет только тогда, когда не будет другого. Но никто вам не гарантирует, что это единственное завещание. Никто и никогда. По тайне завещания раскрывается даже следствие. Пока лицо, сделавшее завещание, находится живых. Поэтому нужно четко себе представлять вот эти все «за и против». Спасибо. Есть звонок. Слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Галина Юрьевна, скажите, пожалуйста, вот несколько месяцев назад мой родственник дал мне доверенность на одарение своей квартиры. Сейчас я уже собираю документы для совершения этой сделки. И родственник уже себя начинает плохо чувствовать. Могу ли я в случае его смерти подарить его квартиру по доверенности? Или эта сделка уже будет недействительна? Ну, сделка будет не только сделка, доверенность будет недействительна. И очень нередкий случай, когда по таким доверенностям все-таки осуществляется сделка. И впоследствии, когда это становится известно, и тем самым нарушаются права и интересы третьих лиц, на основании вот удостоверенной сделки такой, то такую сделку по их требованиям суд признает однозначно недействительной. Вот, кстати, коль уж мы заговорили о судебных разбирательствах договора о дарении, Галина Юрьевна, скажите, пожалуйста, вот возможен ли отказ от дарственной, я так понимаю, что дарение может оспариваться в суде, а может ли нотариус в будущем выступить в суде как свидетель и подтвердить, что действия обоих сторон были добровольными и осознанными, а даритель был дееспособным? И часто ли вот в практике хотя бы Самарского региона такие случаи бывают? Ну, нотариусов нередко привлекают для участия в судебном заседании, но не в качестве свидетеля, свидетель, кто видел, слышал, пришел, увидел, да, победил. Нотариус сам удостоверяет эту сделку, поэтому он привлекается к участию в судебном заседании в качестве третьего лица, не заявляющим самостоятельные требования. Вот, при этом нотариус в качестве третьего лица вправе предоставлять различные доказательства для разрешения вот этого судебного спора. Другой вопрос, какие решения принимает суд? Какие доказательства он принимает как допустимые, какие нет? Какие опровергают? Да. Это уже другой вопрос. Но, как правило, нотариус, если мы говорим о договоре по жизненносодержанию с сождествением, нотариус ведет аудиозапись совершения этой сделки с согласия сторон. При этом делается отметка в договоре, что процесс совершения указанного договора записывается на магнитный носитель, который, один экземпляр которого передается на хранение, вот, получателю, платилищику ренты. Человеческая память не заграничена, чтобы заплатить в том числе. Более того, что сегодня основа законодательства нотариальцев предусматривает право нотариуса ввести еще и видеофиксацию, видео-аудиофиксацию. Поэтому на сегодня вот федеральная нотариальная палата разрабатывает порядок введения и хранения видеофиксации. И нотариус, я думаю, будет очень широко использовать эту возможность как раз для доказательства, для соблюдения прав и интересов третьих лиц. Спасибо, Галина Юрьевна. Слушаем следующий вопрос. Алло, вы в эфире. Слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Эдуард. Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Мы с супругой находимся в браке. У нас уже обоих второй брак. Име недвижимость. А от первого брака у нее есть дети, у меня есть дети. Но вы сами говорите, мы не все вечные. Как нам обезопасить себя, чтобы, не до Бога, если что-то с кем-то случится, это жилье не делить? Угу. То есть вы хотите, чтобы сначала это жилье сохранял за пережившим супругом? Да. Значит, вот завещание как раз это очень такой непростой абсолютно односторонний акт. Это сделка односторонняя, которая может предусмотреть такой способ распоряжения своему имуществу на случай смерти. Что квартира, и там имущество, все остальное, либо там только квартира, она наследуется, каждый супруг делает завещание друг на друга. И вот после смерти только последнего можно распределить по долям всем своим детям. Поэтому к нотариусу обратитесь, нотариус вам составит очень хороший проект завещания, вы с ним ознакомитесь, вам разъяснят последствия как раз вот наследования таким образом. И я думаю, что все будет в интересах и ваших интересах, и в интересах пережившего супруга, в интересах ваших наследников. Спасибо. Я думаю, что мы успеем принять еще один звонок. Алло, добрый вечер, мы слушаем вас. Говорите. Здравствуйте. Я хочу сделать завещание племяннице. ее паспорт нужен или без нее можно? Спасибо. Можно и без нее, если вы знаете точные все реквизиты, дату рождения, адрес. Почему нотариус просит предоставить документы? Чтобы не совершить ошибку. И чтобы в процессе, впоследствии, при открытии наследства не пришлось наследнику доказывать, что он это он. Вот для этого нотариус просит представить документы, чтобы максимально идентифицировать правильно уже лицо, в пользу которого делается завещание. Завещание либо, естественно, доверенность. Галина Юрьевна, вопрос такой от телезрителей. По некоторым причинам хочу подарить своему знакомому квартиру. Какие документы следует собрать, чтобы зарегистрировать договор дарения? И сколько примерно будет стоить дарение квартиры третьему лицу? Вот мы сегодня, кстати, о налогах не поговорили про дарение, поэтому, может быть, в этом вопросе каротенечко. Нет, я каротенечко не скажу по стоимости, потому что это очень большая шкала, она в зависимости от стоимости индивидуальная. Это, я вас уверяю, недорого, там от 0,3%, по-моему. И снизило. Если раньше был 1%, сегодня 0,3%, плюс сумма, которая до миллиона рублей, это один тариф свыше одного миллиона, это другой тариф. Но он уменьшается. Чем больше стоимость имущества, тем меньше тариф. Поэтому он, как раньше, не возрастает. И не более, там есть ограничительная сумма, не более 50 тысяч рублей. Поэтому, какой еще вопрос? Какие документы? Да, какие же документы? На сегодня очень удобно. Вы можете обратиться к нотариусу, имея при себе только паспорт и справку с места жительства о всех зарегистрированных в отчередуемом жилом помещении. Все остальные документы нотариус соберет сам в электронном виде. Спасибо. Есть звонок, Галина Юрьевна. Алло, добрый вечер. Мы слушаем. Конец программы. Пожалуйста, покороче. Добрый вечер. Конец программы. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, как есть вы, что я вам говорю? Еще раз мы вас не поняли. Еще раз мы вас не поняли. В таких случаях оспариваются за вещами. Спасибо. Ну, к сожалению, любят оспаривать все, что даже и невозможно оспорить у наших граждан. Суд обязан принять к рассмотрению это заявление исковое, исследовать все указанные в нем обстоятельства и принять соответствующее решение. Как правило, оспаривается в таких случаях очень обидно, когда вот юристы, говорят, есть такие юристы, которые нам совсем не юристы. Вот некоторые нам совсем не юристы вводят в заблуждение. Граждан составляют исковые заявления и по причине, вот просто потому, что ему не нравится, что вот отец или мать составили завещание в пользу одного из детей. Начинается оспаривание, начинается ложное доказывание того, что их родитель был не в себе, невменяем, опоили, обкурили, обманули, привели к нотариусу. Уверяю вас, такого быть не может. Поэтому даже законодатель предусмотрел, что вот если от недееспособного, то да, такое завещание будет недействительным. Но нотариус обязан выяснить недееспособность. И вряд ли недееспособный человек, обратившись к нотариусу. Спасибо, Галина Юрьевна. Не будет как бы установлена его дееспособность. Спасибо большое. Время подошло к концу. Всего хорошего. До свидания. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Смотрите за анонсами и увидимся. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин